Дима, завершение второго дня замечательной ярмарки, ой боже мой, лукер, везде лукер, какой кошмар, ребята мы в гостином дворе, Димка мы в гостином дворе, у нас стеклянная крыша, нам очень сложно вести шоколадный репортаж, потому что у нас стеклянная крыша, пойдем сначала, мясо, мясо много нынче на выставке, мы все время смотрим, у нас соседи напротив нас жарят мясо, итак друзья, хочется мясо, мир ресторана, мир ресторана, краткий, пойдем, пойдем, компания колебаут, прямо напротив нас стоит стенд колебаута, привет, представляете как, ребята, совпало, колебало прям практически, мы как по позиции вместе с нами, мы машем, а не нам, улыбаемся и машем, ну пойдем дальше по выставке, что видим-то, прогулка по выставке, ну в принципе, смотрите, сейчас мы идем с вами по крайнему ряду, здесь у нас всякие интересные вещи, икра, икра, давай икру покажем, кстати, икра на белом шоколаде потрясающая, да? да, белый шоколад, так вы не теряйтесь, вы не просто покажете, вы купите и сразу осуществите свою замечательную идею, обязательно, приносите нам икру, мы на белом шоколаде нанесем ее, и будет, знаете, как вкусно, все обалдеем, холодильник легким движением в руке открывается, баночка достается, холодильник забирается, легким движением легкой руки переносится на стенд шоколаде, мы сегодня что делаем, мы же не шоколад пиарим, черт побери, белый лукер, давайте побиарьте, а мы ведем видеорепортаж, вы уже сейчас можете сказать несколько слов, а у нас уже открылся, да говорите хорошую про вашу продукцию, шоколаде.ру, мы уже слушаем вас, наши телезрители уже сейчас, хотите шоколад с черной икрой смешать, да, вы знаете, это очень вкусно, белый шоколад и черная икра, обалденно, у нас один из наших конкурентов, это значок 100% эко, ух ты, наши рыбки живут в чистейшей воде и кормят чистейшим биологическим формом, нет никаких добавок, никаких антибиотиков, микрофон так не хватает, да, даже золотой ключик в холодильнике упал, вот так, скажите, сколько стоит ваша икра? пожалуйста, ценники здесь, можно ложечку возьмем, это будет у нас типа микрофон, здесь есть ценники, значит вот, ребят, я вижу ценники от 1200 до 4000 рублей за баночку икры, Матейчик любит икру, я люблю икру за 4000 рублей, что бы и не съесть, в общем, блюдо-то простое, посмотрите, по-моему, Блюменталь дело, это блюдо, белые диски шоколадные с черной икрой, это вообще, по-моему, это трэш, ну, Блюменталь верить можно. не пробовали? нет, не пробовали, вот вы бы дали нам потестить, мы бы потестили вашу икорку-то с трюфелями и сделали бы видеофильм, как делать трюфель на... приобрести у нас маленькую баночку, прям в 10 граммов, я приду, да, мы придем, пойдем, а то у нас, Тайм, спасибо, Таёжный мед, так, что еще видно, Таёжный мед, как всегда, ножи продают, ножи, керамику, по 1000 с лишним, наверное, продают. вот здесь, ребята, замечательные пакеты, крафт, давайте спросим, а можно, скажите... посмотрите, смотрите, как здорово можно упаковывать шоколад, смотрите, да, давай, здравствуйте, компания шоколадье, это микрофон, да, более серьезный, если есть вопросы, пожалуйста, это вполне серьезный вопрос, вы себе можете сейчас попиарить, нет, у нас только так, если без вилочки, мы вас тогда не пиарим на нашем, пожалуйста, до свидания, до свидания, ну, ребят... ваш хозяин не одобрит, да, не одобрит, до свидания, всего доброго, значит, ребят, они хотели пиарится, ну, не хотят, так не хотят, привет... Просто о лучших винах Так, про вина нам, конечно, тоже интересно О, это Настя Настя мне всегда помогала мастер-класс вести Давай ее покажем? Настя, мы показываем вас в онлайн-режиме На сайте шоколадед.ру Вы будете засвечены Как вам вчера мастер-класс, который я проводил? О, просто супер, я была без ума от этого Микрофон тут гадкий Другого нет Дайте вам свой аппарат У нас хорошо фотоаппарат на самом деле Мы нет Мы шоколадье Понятно, салаты есть у нас здесь Нет, у нас шоколад только Мы пойдем дальше показывать вам выставку Что мы видим на этой выставке Пока ничего хорошего не видим Ну пока да Кофе от Джулиус Мэйл Вообще выставка, кстати говоря, заполнена очень плотно Честно говоря, нам понравилась выставка Если кто-то завтра еще захочет приехать То есть смысл приехать на выставку Не ресторана и отеля Потому что посмотреть на самом деле есть на что На этой выставке Приезжайте Мы еще, кстати, завтра Вот Иван Здравствуйте Здравствуйте Компания Шоколаде.ру Онлайн репортаж для нашего сайта Это имитированный такой микрофон Он типа, знаешь, знаешь, как там... Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вам на этой выставке? Честно сказать Да, честно, конечно Скажите честно, да Мы честные парни Я же тебя лучше не говорю Давай, давай, давай Договори честно Да скажи, не бойся Скучно Вот, а ему скучно А потому что он стоит в середине А в конце совсем скучно А мы стоим в начале, у нас тусовка Все, кто с нами, просто понимаешь, в чем дело Все, кто с нами, просто понимаешь, в чем дело Приходите к нам Вся тусовка у вас Да Вся тусовка у нас Понятно Ну, поделитесь тогда тусовкой Давайте, может быть, к нам И приготовим новый шоколад здесь Иван, Иван, расскажите нам в двух словах Замечательной книги Как буквально человек, приложивший к ней руку Итак, друзья мои Наконец-то она вышла Посмотрите Ларус Это великое издание Ларус до чоколад Пьер Эрме Шоколад Энциклопедия шоколада Значит, Пьер Эрме Это великий кондитер На котором молятся все кондитеры В виде великие Вот выпустили первую книгу Шоколадную Изначально выпущена Иззазитель Ларус Долго мы ее приводили С помощью компании Шоколадье То есть, компания Шоколадье Также приложила руку К изданию этой книги Да, да, да И вот, наконец-то она Привела свет Шикарная книга Да, мы год назад уже Рассказали на нашем сайте Год назад Что да Что в мае месяце Прошлого года Мы получили первые Как это называется Когда редакторские распечатки Книги для того, чтобы ознакомиться Да Да, да, да Посмотрите, какая замечательная книга Подробные рецепты Самыми подробными описаниями Всех видов шоколада Насколько он полезен Ну, в общем, да Я думаю, что наши люди Уже знают, что там может быть По крайней мере, они ничего не видели Но уже очень много слышали о ней Расскажи нам, пожалуйста, о том Какие бывают подарочные варианты Можешь показать? Да Значит, мы сделали несколько вариантов Несколько На все случаи жизни Если человеку нужно просто пользоваться То сойдет Самый простой вариант Мягкая Ребята, ребята, ребята Она мягкая Понимаете, вот ты ее берешь в руку Она на ощупь мягкая Когда ее открывать, она твердая Твердая Но сама обложка, она мягонькая Слушайте, это потрясающе Это когда берешь в руку Не хочется выпускать Есть следующий вариант Издание Тканевая обложка Тканевая обложка Она придумана для людей Которым нужно пользоваться Домашних условий Более С другим Нанесением рисунка Ну это красиво То есть отличается обложка Сложно сказать, какая красивая Но здесь просто другое качество Более дорогая Подходит для подарка Вот для подарка Идеально Вот эти книги Они будут упакованы в дополнительный футляр И идеально можно будет их дарить Такая вот Игра Здорово Вы уже видели Да, здорово Ребята, еще будет одна Просто супер книга Здесь ее пока нет Вот Но когда она выйдет Кто хочет прямо Обалденное издание Чтобы она всю жизнь запомнилась Вашим, например, любимым женщинам Можно подарить вполне У кого есть любимые мужчины Которые занимаются шоколадом Они тоже оценят Кроме этого Мы в двух словах можем рассказать Что издательство Черновик Это одно из лучших кулинарных Лучшее кулинарное издательство Да Нашей страны Посмотрите Есть замечательные Уроки шоколада Три шоколада Вместе идут две книги По одной цене Поле Бакюз Лучшие рецепты Поля Бакюза И уроки шоколада Также огромная Замечательная Олен Дюкас Большая кулинарная книга И Большой-большой цикл Который называется Ларус Гастрономик Это энциклопедия То есть буквально В смысле энциклопедия Где по буквам Расписано все-все-все Что касается кулинарии Вот Это подарочное издание В общем, ребята Если вы хотите Иметь у себя в коллекции Качественные книги Издательство Черновик Это ваш выбор Мы на самом деле Вот сейчас снимаем онлайн Понимаешь, все это буквально Транслируется на наш сайт Вы транслируете на сайте? Да Да-да-да То есть все через Wi-Fi напрямую Так что сегодня вечером Смотрите Наш репортаж На нашем сайте Продадите Как продадите Пойдем еще что-нибудь покажем Итак, Черновик Пойдем Спасибо, Вань До свидания Пойдем покажем Робот Куб пойдем покажем Пойдем Наши друзья Ребят, Робот Куб Большие друзья О, Бона Может на Бону зайдем? Компания Бона Бона Поставщик Самых крутых ингредиентов Одного из лучших шоколада Валерона Да, мы любим компанию Бона Хотя и не сотрудничаем Ребята, есть еще PCB Creation Это тоже крутой бренд Здравствуйте Интервью нам дадите Для онлайн-блога О том, что у вас Супер-классный шоколад Есть Вальрона И много других классных вещей Маша, иди к нам Маша Маша Маша, выходи А, ну это как Робот Куб Может быть Да Вы готовьте Машу Гостиный двор, конечно, классный Ребята, после Крокуса Гостиный двор кажется Просто чем-то волшебным, да? Дима, скажи Гостиный двор Это центр Москвы Два шага до Красной площади А Юры-то и нету Компания Робокоп Робокоп Ну у нас, говорит, Робокоп А Юры нету? Здравствуйте 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 Дайте нам, пожалуйста, Юру Вот он Кстати, блендер Наташа, смотри, это блендер Вот для шоколадки наше все Вот это Вот это Давай еще вот это покажем И вот это наше все Вот это А это сплавная регулировка Нет, это не то А есть сплавная регулировка Наверное, есть А пойдем бликсер покажем Бликсер покажем Вот Вот Кутер Ультра Бликсер Вот Смотрите, смотрите, смотрите Вот он Бликсер 2 Смотрите, смотрите Вращая ручкой Вау Снимает Снимает Ну мы с Юрой уже На самом деле решили Что все это Все это ненужная вещь Ну не знаю Смотрите У тебя есть плавная регулировка, Сережа. Да, я понимаю. Ты ставишь на маленькую скорость, и все хорошо. А если нужно быстрый? А зачем? Ну, подскоблить. Зачем? У него производительность меньше. То есть, несмотря на то, что чаши одинаковые, этот товарищ делает меньше, потому что у него расстояние между ножами меньше. Понимаешь? Показать, да? Можно показать? Не знаю. Ребят, девушка... Девушка, можно спросить? Можем мы достать нож отсюда, из бликсера и из кутера, и показать его, что там меньше за расстояниями разное. Посмотрите, при всей видимости того, что чашки, казалось бы, одинаковые... Почти одинаковые, да? Производительность загрузка у этих двух товарищей разная. Поэтому для шоколада я бы все-таки рекомендовал вам взять кутер. Так как это будет более выгодно. Видишь, в чем фишка? И вот вся твоя эта лопатка, на самом деле, для нас она вообще никакой погоды не делает. Мы не делаем тонких эмульсий на воде, на влаге. У нас все эмульсии достаточно плотные. Поэтому бликсер нам не нужен, нам нужен кутер. Он более эффективен. О, Юра. Здравствуйте. Здравствуйте. Это видео? Да, это компания Шоколатье. Онлайн-репортаж. Добрый день. Юра это... Как у тебя звание правильно? Бренд-менеджер компании Робот Куб. Да, то есть он знает про Робот Куб в России больше, чем кто бы то ни был. Я вас уверяю. И вот мы вот с Юрой как раз пришли к выводу, что бликсер не нужен Шоколатье. Шоколатье нужен кутер. И желательно бы с плавной регулировкой хода. Это было бы, конечно, замечательно. Ну, в общем, разницу мы вам показали, что при визуальном... Визуально одинаковом внешнем виде у кутера расстояние между лезвиями больше. Значит, чашка, эффективность работы здесь будет более высокая. Разводительность выше. Ну, на этом все. Идем дальше по выставке. Пойдем. Пойдем вернем ножик. Некорректно, но политически верно. Спасибо. Пойдем дальше. Пойдем вот сюда. Здесь у нас лонж зона. Здесь сидят кафе. Здесь сидят, кушают. Вот там, кстати говоря, смотри, идет кулинарный чемпионат. Ребята, смотрите, это кулинарный чемпионат. Тут очень все серьезно. Серьезные люди. Дядька так за голову взялся, видимо, он съел какую-то котлету невкусную. Он думает, е-мое, куда я попал вообще. И смеял по голове, так сказать, вообще, говорит, я взбоку бантик. Ты его снимаешь? Да. Он такой офигеть, говорит. Ладно, пойдем. Ну, пошли. У нас же сейчас там Маша и Валерона. Пойдем про Валерон-то расскажем. До Боно надо. До Боно пойдем. До Боно. Маша. Маша, мы идем к тебе. Что ли, это блюдо? А вот компания Боно. Компания Боно это поставщик шоколада Валерона. Многие говорят, что Валерона самый лучший шоколад в мире. Скажите, Маша, правда ли, что Валерона самый лучший шоколад в мире? Да, конечно. Вот видите, Маша не врет. У нее честные глаза. И она говорит, что Валерона самый лучший шоколад в мире. А, Маша, можно поинтересоваться, почему Валерона действительно, ну, очень часто говорят, что это самый классный шоколад? Почему? В чем фишка? Ну, да. Ну, честно, это интервью для портала Шоколад Яру. Ну, чем это обусловлено? Нет, вкусно это не профессионально. Давайте с точки зрения, вот, глубокого знания. Ну, да, то есть, как бы, там, какао-бобы, может быть, у него какие-то особые... Они выращенные на определенных плантациях, там, с апельсиновыми деревьями рядом, там, видите, там... Маша, чуть поподробнее можно, где беру... Пойдем с той стороны. Маша, давайте передвинемся. У нас все, как ау-бобы, все разные. Я понял. Ну, вот, расскажите нам, расскажите, расскажите. Я не хочу отдельно. Нету ничего по шоколаду? Вот, вот так вот. У нас, вон, кроме Тонарей, у нас вообще не лучше даже. Это плохо. Ну, ладно. Да вот из чего Валерона делает свои базовые шоколады. Где базовые... Какие какао-бобы используют Валерона для базовых шоколадов? Нет, давайте тогда завтра, как я с вами интервью, я сегодня все прочитаю, принесу вам все наши... Прайсы, пресс-ревизы. Ну, тогда ладно. Вот, даже не прайсы, а... Ну, вот, я же не знаю, куда учиться. Ага. А куда ты ездила, Маша? В Францию. В Тонаромитаж. А у кого там училась, как зовут мастера? Ну, у многих у Давида Копиева, Федерико Боу и Филипп Живлор. Класс. У меня умных получилось, так что... Здорово. Ну, вот, попробуем тогда завтра еще у Маши взять эксклюзивное индивидуальное интервью у компании Бона, у Марии, у человека, который знает про Валерону в России достаточно много. Если не сказать, чтобы все. Ну, в общем, вот тогда... Как вы, как для себя вообще... Ваш шоколад вкуснее, чем... Ты знаешь, нет, мы вообще... Нет, ну мы же так не позиционируемся. Мы не позиционируемся. Это ровно никакой. Никаких ни положительных, ни отрицательных эмоций оно не вызывает. И по цене, как бы, всегда я знаю, что в баре... Нет, самая главная задача, смотрите, оно не вызывает отрицательных эмоций. Все говорят, это вкусный шоколад. А это колебаут. Это колебаут, это вкусный шоколад. Мы говорим, да, колебаут, классный вкусный шоколад. Ну, смотрите, а с другой стороны есть продукты. Вы знаете, смотрите, мы ездим, предположим, на европейских автомобилях. Предположим, мы ездим на, там, Renault, Peugeot, да. И говорим, о, хорошие, классные автомобили. Вот, а вот владельцы дорогих марок, они могут уже между собой, вплоть до непонимания. Да, не у нас. Mercedes Aude или Mercedes Grabos, да. Нет, или, например, владелец Audi говорит, да блин, да Mercedes это лажа, я никогда не сяду, только Audi, да. То есть, как бы, крутые бренды вызывают крутые эмоции. Вот в чем дело. Валерона, это круто. Да, но это очень дорого. Вау. Очень дорого, да, сразу. Это очень дорого. То есть, надо быть готовым к тому, что если ты работаешь на Валероне, да, ты крут, но себестоимость у тебя тоже достаточно крутая. Нет, ну вот смотрите, вот сейчас тоже на конкурсе, мы спонсоры, значит, вот этого конкурса. Но они такую шнягу сделали, что им вот этот шоколад просто, я пошла посмотрела, думаю, это же видит наш марок. Вот, а это второй, кстати, вопрос. Какой бы ни был классный продукт, можно, в общем-то, еще и напороть с ним делов таких, что... И здесь, кстати, Маша, знаешь, вот мой какой вывод сделал? Что чем серьезнее продукт, тем легче с ним напороть фигни. Когда ты берешь простой, что-то универсальное, где нет интенсивного вкуса, ну, с ним-то делаешь конфеты, ну, как-то вот всегда вот ты среднячкова получается. А когда ты берешь серьезные продукты с очень мощным вкусом после 50-70, то сделать фигню очень легко. Чуть-чуть ошибся, неправильные пропорции сделал, и твоя конфета просто отвратительная, несмотря на то, что базовые все ингредиенты были отличными. Вот такой вывод недавно не пришел в голову. Вот так. А это у нас кто? Это просто менеджер у меня пришла, она сказала, не надо вот это вот, я вас очень прошу. Снимайте. Да, очень хорошо, если что, можно ответить на вопрос. Хорошо, спасибо, Маш. А что спасибо, вот она пришла на вопрос и ответила? Маш! Она ответит на все вопросы, действительно интересно. Что за вопросы? Да мы про шоколад говорим на самом деле. Мы ведем онлайн репортаж с мерой ресторана и отеля, и вот показываем нашим пользователям проекта Шоколадье. А, можно сейчас рекламу? Рекламная пауза, дорогие друзья. Проект Шоколадье.ру. Самый главный портал в России, посвященный шоколаду на проекте Шоколадье.ру. Это правда, мы рассказываем о всех шоколадах. Всю голую правду о Шоколадье. YouTube 5 тысяч просмотров. Да, опять не вопрос. Для YouTube это и будет. Сегодня вечером ты себя увидишь на YouTube. Скажи, что они для YouTube. Или для Шоколадье. Ну не смешно. Вот, конечно, это все. Во, во, во. Нет, на самом деле у нас был один вопрос, на который мы так и не получили ответа. Из каких регионов Валерона добывает какао-бобы? Где плантации? Основные свои виды. Откройте тайну. Нет, на этот вопрос я не отвечу, потому что, собственно, я не подготовилась. Жаль. А каталога у нас с тобой нет. В телевидении нужна твоя консультация. Все, Маша на расхват. Все, Маша на расхват. Пойдем. Тревелерс кофе. Ура! Это вкусно? Очень. Спасибо. А кофе Тревелерс, кстати, прикольная тема. Иркутские пацаны, кстати говоря, очень уважают Тревелерс. Витек недавно же открыл... Кто знает Витька, тот, может быть, не знает, что Витя и Артем открыли в своем городе франчайзе. И у них есть теперь кофейня Тревелерс. В общем, иркутские пацаны, они рулят. Да, у нас видеосессия. А, для них привет. Передайте. Виктор, привет, Артем, привет. С Москвы. Иркутск рулит. Правда? Вот и Витьку с Артемом большой привет. Так, ну что еще видим? Ну, тут масса всякого интересного пары конвектоматов. Одежда красивая. Одежда. Жар птица. Карлинг. О кофе немножко. Пару слов о кофе. А кофе, он не такой интересный, как шоколад, конечно, но все-таки тоже захватывает. Классный, спасибо. Спасибо. Слушай, где-то мы промахнули мимо Анкаду, нашу любимую. Анкад, Анкад там. Пойдем к Анкаду. Пойдем к Анкаду. Пойдем к Анкаду. А можно еще к Свете забежать? Пойдем быстрее. Пойдем. А то у нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас машины. Нормально. Машины. Так, Света где-то здесь была. Надо ее здесь описать. Мы уже сколько наснимали? Нормально снимали. 20 минут. А вот Анкад. Здрасте. Здравствуйте. Это коммерческий директор Ольга компании Анкад. Наши большие, теперь, я надеюсь, будут друзья. Мы сегодня познакомились в ОЧ. И поняли, что... Еще раз познакомились. Да, еще раз познакомились и поняли, что нам надо дружить. Мы вполне хорошие, нормальные, правильные люди. Адекватные. Адекватные, да. Которые могут себе найти место на рынке. Чем примечательны, ребят, компании Анкад? У Анкад есть... У Анкады есть... У Анкады есть... Поликарбонатные. У них есть фигурки. Фигурки. Вот смотрите, что у них есть. Я вот про свадебные пары очень часто спрашиваю. Наверное, популярная, да, у вас позиция? Конечно, популярная. Еще более популярная. Вот, собственно говоря, у Анкада есть это... Можно будет видеть. Может быть, мы когда-нибудь разживемся такими фигурками. А выше глаза поднимите. А выше глаза поднимите. Ну, в общем, покажем, да. Смотрите, что есть у Анкада. Ой, фу, фу, фу. Многие, кстати, многие знают наш с тобой проект. Ну да, бывает. Чего еще есть? И вторая сильная сторона у Анкада, это... У них еще и упаковка есть. У них есть упаковка, и можно также, в общем-то, посмотреть. О, шоколад. Френчбук. И приобрести. В общем, компания Анкад, компания Шоколатье, дружественная компания. Да. И мы не стесняемся этого и говорим о том, что с Анкадом можно работать. Да. Пойдем дальше, к Свете сейчас бегаем. Пойдем, пойдем. А где она? Света, Света. А где Света? Вот сюда. А вот у нас Света. А вот и Света, компания Инекс. Это вторая дружественная компания, которая работает в том же сегменте, в том же рынке. Я ремень, меня переворачиваю, так что все, у меня... Мы будем снимать выше пояса, договорились. Свет. Вы калькулятор мне принесете когда? Обязательно. Да, завтра. Мы уже его продали. Чем знаменита, чем хороша у нас Светлана? Тем, что у нее тоже достаточно есть большой выбор форм из Бельгии поликарбонатных, которые есть наличие... Голландия. Голландия? Сори, Голландия. А может, ты сама расскажешь, что у тебя есть? Из Франции коврики, из Голландии поликарбонатные формы, из России нержавеющие... Голландии поликарбонатные формы, это же, понимаешь, видео онлайн? Да, конечно, спреи из Италии, металлизированный велюр, вырубки из Италии, что у нас... Вилтон, это Америка, все для мастики, все для карамели тоже есть, и различные иконические инструментарии. И формы, формы, формы. Слушай, нам надо договориться, наконец, со всеми уже, да. Ормотизация, золото, пищевое, первое место. Золото и у нас, конечно, да. Ну, вот гляньте, чего есть, чего есть. Вот, это ароматизаторы, да, я так понимаю? Да, 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 это матфер. Это матфер, есть ароматизаторы, вот это можно с Светлана купить. Свет, есть, и все, да. Тоже очень хороший и позитивный, самое главное, поставщик инструментов и ингредиентов. Для того, чтобы работать на качественном шоколаде-люкер, надо использовать качественные инструменты. Ура, товарищи! Ура! Дальше. Может, все... А, вот мороженое, кстати. Здесь у нас компания Престиж, вы, извините. Здесь у нас кабачевский тусуется, Даниил. Друзья мои, это натуральное мороженое. Кабачевский тут есть? Кабачевский. Кабачевский сбежал жарить кабачки. Нет, Кабачевский сбежал жарить. Жарить кого-то. Жарить, просто жарить. Несколько слов о вашем мороженом для видеоблога проекта шоколаде.ру. Так, приготовились. И что вам сказать-то? В чем особенность вашего мороженого, Сереж? Очень вкусная особенность мороженого. Ну, давайте вот по конкретней ингредиенты. В чем суть? Чем оно отличается от других? Отличается наше мороженое тем, что производится на живых сливках валио. С добавлением только натуральных ингредиентов, а также его 60 сортов, не меньше. С самых разных предпочтений есть ипонские, итальянские и... Про сливки понял. Скажите, а вот вкусы, допустим, мята, допустим, клубника, малина... Как хорошо, что вы спросили про мяту, потому что... Я просто знаю, что спросить. Я знаю, что спросить, просто я пробовал у них мятное мороженое. Да, молодец. Проблема у меня там мороженого или любого другого продукта в том, что он, кажется, не похож на зубную пасту. Попробуй, пожалуйста. Ага. Да-да. Шоколад, кому любая, про мяту, то о чем мы говорили? Так, ну, мы используем настоящую перечную мяту в листьях, делаем из нее вытяжку и в процессе приготовления добавляем уже в матушку непосредственно мороженое. Точно так же мы делаем зеленый чай и любой другой... Как купить ваше мороженое? Купить наше мороженое можно либо в Петербурге, в магазинах Метро, либо непосредственно на фабрике. Ну, в Москве у нас торговые представители или заказывают для своих ресторанов. Сайт у вас есть? Конечно. Давай сайт еще покажем, мы все побежим. А где сайт? Ой, знаешь, что надо спросить? А вы можете делать мороженое в каких-нибудь стаканчиках, куда потом другой, например, предприниматель может наклеить свою наклеечку? Да, конечно. Может это об этом речь? Да, конечно. Вот это супер. Разливать маленькую поколочку. Давай сайт покажем. Сайт, сайт, сайт. Сайт, 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 сайт. А вот, смотри. Мне кажется, там плохо видно. Серега, а из Крима с ПВ это очень хорошо. Давай на стенку, да. Эть, 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 эть. Я по-друге, чем это делать. Да ладно. В общем, вот, друзья, если вам нужно качественное мороженое. Кабачевский переквалифицировался из шоколадников в мороженщики, вы представляете? Кто знает Кабачевского, тот поймет, о чем я говорю. Он же, я шоколад, я шоколад. Да, люблю. Нет, понимаете, все. Он, он, нет, не продал родину на самом деле. Не продал? Нет. Знаешь, в чем дело? Да, он просто полюбил других. Новая любовь у него. Да, новая любовь. Вот и все. Можно прощаться. Да. И любить. Женщина, которая так улыбается, просто смалит любого. Все. Понятно. Ладно, пойдем. Спасибо. Что, все на этом? Может быть, хватит? Ну, подожди, пойдем еще витрины покажем. У нас еще не кончились. Еще три минуты на витрины. А сколько сейчас по времени? 27. 27, полчаса. А мы опять короткометражный фильм снимаем. Опять Чернов, покажем Чернова. Чернов улыбаемся и Машем. Не Машем. Не Машем и не улыбаемся. Не Машем и не улыбаемся. Так. Витрины. Одежда, одежда, одежда. Пауза повисла? Может быть? Слушай, минута молчания. Что, должна быть минута кричания? Ну, мы все время же говорим, заполняем эфир. Вот, смотрите, друзья мои. Витрина. Гласьер. Гласье. Это компания с юга нашей Родины. Здравствуйте. Итак, друзья мои, витрины кондитерские, замечательные. Характерны тем, что очень легко открываются. Есть траппы, иди сюда можно закрепить. Можно, ой, извините. И все, и я в витрине, вот так вот вращается. Меня можно подавать. Волный рост. Обмазан шоколадом. Слушай, а может консультанта кой-то позовем? Да где они тут, консультанты? Можно это для шоколада нам использовать или нет? Ну, говорят, что да. Ну, в принципе, можно. Смотри, я вот вижу даже контроллер, смотри. Значит, у нас цифровой контроллер. Я думаю, он нам позволит настроить эту витрину для работы с шоколадом. Для того, чтобы там можно было хранить шоколадные конфеты. Понимаешь, компания Glossier научилась делать качественные витрины, но как-то пока не научилась их продавать. Итак, мы возвращаемся к нам на стенд. У нас там был тоже дядя, к которому мы хотели проиграть. Давай в двух словах. Что у нас тут? У нас тут конфетки. А вот жемчужина мира ресторана и отеля. Стенд компании KasaLuker-projektashokoladier.ru. Точнее, печенье. Стенд стенд Лукера при поддержке проекта Шоколадьер.ru. Если ты хочешь стать бизнесменом и заработать свой миллион на шоколаде, проект Шоколадьер.ru знает, как это сделать. Ура! Шоколадьер.ru. Сайт для любителей шоколада. Сайт для тех, кто хочет заработать деньги на шоколаде. Ну, что мы видим? Мы сделали, да, маленькая кондитерская фабрика. Маленькая кондитерская фабрика. Что видим-то? Столы, формы. Ванны опять наши. Ванны. Ванны, ванны, да. Для шоколада. Ура. Фризер. Который мы уже тысячу раз вам показывали. И покажем вам тысячу первый раз. Майкровейв овен. Сублимейтинг фрукс. Фрукс. Лукер, лукер, лукер. Лукер, лукер. Не, лукер побольше. Покажи, Виталия Борисович. Лукер, лукер. Везде один случайный лукер. Вот он. Вот он. О, давай спросим. Скажите, вам нравится шоколад марки Лукер? Вкусный. А что вы отметили для себя? Продегустирую. Можете как-то характеризовать, какие-то ноты выделить, почувствовали? Я думаю, что он с коколадом. А то есть вы почувствовали в нем фруктовые ноты. Вот видите, друзья, это не было подготовлено заранее. То есть это буквально все онлайн, все по-честному. Люди чувствуют фруктовые ароматы в шоколаде лукер. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Все может на этом? Ну да. Все, пока. Да. Мы заканчиваем наш репортаж с выставки Мир Отеля и Ресторана. Пока-пока. До встречи.